Вокруг Dead Sight сложилось неоднозначное мнение. С одной стороны, это очередная выживалка а-ля DayZ, коими стим уже переполнен. С другой же стороны, она имеет ряд действительно хороших идей, и если они будут доведены до финала, игра имеет все шансы на светлое будущее. Dead Sight разрабатывается на движке Unreal Engine 4 воронежской студии BadPixel, состоящей всего из пяти человек. Сейчас игра находится в стадии альфа-версии и предлагает выживание на довольно-таки крупной локации, перестрелки с ботами и игроками, строительство собственной базы и участие в миссиях разной сложности. После выбора сервера в главном меню, нам предложат создать персонажа. Сейчас кастомизатор внешности включает в себя лишь возможность выбора одной из семи заготовленных голов, что неплохо, но хотелось бы большего разнообразия в настройке своего героя. Телосложение, растительность на лице, шрамы и татуировки. Появившись на локации, мы можем выдвигаться в совершенно любом направлении, искать задачи и пути их решения. Dead Sight — это игра-песочница, поэтому развлекать себя придется самостоятельно. Возможно, так и задумано, но сейчас в игре нет абсолютно никаких глобальных задач и целей. А мир пуст и однообразен. Так, облутав пару деревень и встретив несколько патрулей, вы уже сможете составить общее представление о большей части игрового процесса. Периодически на локации появляется аирдроп, куда-то всюду должны стремиться игроки. В сброшенном ящике попадаются редкие вещи, которые нельзя просто купить у торговцев. Иногда на карте появляются миссии разной сложности, где можно поучаствовать в перестрелках, как с легкими ботами, просто для разнообразия, так и с легендарными, за что игра наградит особым оружием и снаряжением, которое также нельзя достать никаким другим способом. Но все равно игре не хватает большего количества активностей, особенно в совершенно пустом лесу. Это могли бы быть конвои и аванпосты, квесты торговцев по поиску тайников или ликвидации особо опасных врагов. Нужно, чтобы не только игрок искал приключения, но и игра подбрасывала интересные случайные события. И особенно хорошо, если они будут опираться на игровой лор, который хоть и существует в теории, но в игре совсем никак не затронут. Графически игра выполнена неплохо, картинка приятная и довольно атмосферная, так что свою порцию наслаждения это также вносит. Идя по степи под палящим солнцем, будто бы чувствуешь зной летнего дня, а лесная тень радует прохладой, свежестью и шумом деревьев. Внезапное пение птицы или треск сверчка то и дело заставляют обернуться, чтобы убедиться нет ли сзади опасности. Жаль, диких животных в игре нет, а все эти прекрасные звуки природы – лишь эмбиент, который даже не синхронизирован между разными игроками. Кардинально меняется ощущение ближе к вечеру, когда садящееся солнце пробивается сквозь листву, давая последние лучи света и оставляет на земле длинные тени. Лес вообще одна из сильных сторон Deadside, чего не скажешь о зданиях. Домики будто бы наштампованы, интерьер везде практически идентичен, как и набор спавнившегося лута. В помещении игра выглядит довольно простенько, особенно на фоне такого великолепного леса. Вторая проблема графики Deadside – это дальность прорисовки. Разработчики показывали такие скриншоты, что их даже можно было спутать с фотографиями. А в игре деревья начинают ладироваться уже через метров 70. Мелкий мусор на земле и того раньше – в паре шагов. И настроить это никак нельзя, что на самом деле странно, ведь Deadside оптимизирован вполне нормально. На данной системе в разрешении Quad HD и с ультра-настройками игра выдавала около 80-100 фпс, с периодическими просадками до 50, что обычно обуславливается появлением поблизости ботов. Отдельно стоит затронуть интерфейс игры. Он не сильно красивый, зато очень минималистичный, что, конечно же, позволяет лучше погрузиться в атмосферу. Слева расположены индикаторы состояния персонажа, внизу по центру отображаются слоты быстрого доступа, а справа в углу показано текущее положение нашего героя. Если к индикаторам нет никаких претензий, то вот список предметов в быстрых слотах всё-таки мозолит глаза. Хотелось бы, чтобы он стал менее броским. Например, становясь полупрозрачным, пока игрок не обращается к нему. Инвентарь выполнен хорошо, с первого взгляда понятно, что и куда нужно класть, какой слот для какой экипировки. Вот только не всегда ясно, что некоторые предметы нельзя использовать, как, например, надеть часы или выпить алкоголь. Стоило бы их специально помечать, как предметы для крафта или бартера. Что касается крафта и торговли, их меню выполнены не особо очевидно. Хоть и привыкнув, понимаешь, что раздел личного сейфа слева, а оказывается, избавляет игрока от необходимости постоянно бежать к этим сейфам физически. А разделы крафта и торговли поделены на секции, и в целом всё довольно просто. Давайте же поговорим об особенностях Дэдсайда. В первую очередь это реалистичный и хардкорный шутер. Реализм которого заключается в том, что игра пытается подражать реальному миру. Здесь нет совершенно никакой паранормальщины. Всё оружие и снаряжение имеет реальные прототипы, а смерть приводит к потере всего, что было надето на героя. Абсолютно всего. Правда, спустя несколько секунд вы возрождаетесь примерно в двух километрах от места гибели, которое ещё и помечено маркером прямо на экране. Поэтому после перестрелки с игроками старайтесь обыскать их тела как можно быстрее, или же будьте готовы к тому, что вскоре на это место прибежит несколько игроков, вооружённых первыми попавшимися на пути ружьями. Но не стоит надеяться, что плохое оружие и убивает плохо. Дэдсайд не следует глупому клише, и дробовик способен реально навредить даже на расстоянии 50 метров, что заставит вас отступить или даже распрощаться с только что добытыми вещами. И тогда уже вы будете искать любое оружие на пути к месту смерти, лишь бы догнать и наказать обидчиков. Часто перестрелки между игроками превращаются вот в такие кошки-мышки, когда обе команды схожи по размеру и силе. Одной из больших частей геймплея является возведение собственной базы. Это довольно интересное занятие не на один вечер. Уже сейчас разработчики заложили потенциал для самых разнообразных построек. На момент альфа-версии в большой базе нет никакой потребности, ведь в Дэдсайд нет ни мебели, ни полезных механизмов вроде генератора или верстака. В будущем, когда в игре появится транспорт, станет актуальной постройка гаража. База это очень важно, она служит неким перевалочным пунктом, где можно безопасно хранить добытый лут, а потом относить торговцам на продажу. Безопасность, конечно, зависит от того, как вы построите свой дом и установите ли кодовый замок на дверь. Возрождаться в своей базе, к сожалению, нельзя. Торговля доступна всем игрокам в двух зеленых зонах. Это безопасные территории, где можно передохнуть, продать лишние вещи торговцам и купить необходимые товары. Также в зеленых зонах доступны ячейки сейфа, куда можно сложить самое ценное. В каждой зоне ячейки свои, они не синхронизируются между собой. Это, на наш взгляд, хорошо. Хорошей особенностью Дэдсайда является то, что насыщение от еды и воды приходит не сразу после приема, а постепенно. Так же, как и с лечением. Это действительно здорово, и даже такой реалистичной игре, как побег из Таркова, не мешало бы перенять эту фичу себе. В игре также есть паркур, и это хорошо, но реализация еще требует значительных доработок, так как нередко персонажа на долю секунды затягивает внутрь препятствий или под землю. Одним из серьезных недостатков геймплея Дэдсайд является посредственное ощущение оружия и персонажа благодаря некачественным анимациям и звукам. Оружие стреляет очень тихо, сами звуки не особо внушительные, гранаты вообще сделаны игрушечными, звук подобен хлопушке, а радиус поражения минимален. Даже никакой контузии и оглушения нет. Анимации стрельбы и перезарядки еще на приемлемом уровне, а вот при виде анимации приема пищи и лечения становится совсем грустно. Ходьба и бег от первого лица выглядят тоже довольно посредственно. Персонаж то слишком сильно трясет оружием во время ходьбы, то шагает слишком мягко во время бега. Анимации же от третьего лица, наоборот, заслуживают похвалы. Еда и питье уже не так бросаются в глаза, а ходьба и бег даже обладают инерцией. Резкая смена направления всегда сопровождается плавным переходом анимации. Приятная мелочь, но во время спринта рюкзаки и сумки покачиваются из стороны в сторону. Также игроки жалуются на наличие читеров на серверах. Но мы за 30 часов игры благо с ними не повидались. Резюмируя вывод, можно сказать, что Deadside это определенно хороший проект, который нашел и еще найдет свою аудиторию. Игра не дает чего-то нового, она лишь оперирует знакомыми всем нам переменными, предлагая свой мир и свои правила. Здесь нет зомби и мутантов, которые уже порядком приелись и отталкивают многих игроков от похожих проектов. Здесь красивая картинка и хорошая оптимизация, но также в игре наблюдается катастрофическая нехватка интересных событий. Несмотря на то, что Deadside пока находится в раннем доступе и разрабатывается очень маленькой студией, мы обращаем внимание разработчиков на малое разнообразие занятий и пустой игровой мир. Новый контент это хорошо, но он способен лишь временно удерживать интерес игрока. А что может предложить Deadside на долгосрочной основе, кроме по сути бесполезного сейчас расширения базы и перестрелок на однотипных заданиях. Игра определенно способна привлечь как соло, так и командных игроков не на один десяток часов, но рано или поздно весь контент будет опробован, все механики будут изучены, а вся территория исследована. Определенно в игре приятно находиться, просто гуляя по лесам или степи. Что-то подобное можно получить в Red Dead Redemption 2, Far Cry 5 или GTA, где оседлав верного коня или заведя блестящий спорткар, игрок отлагает в сторону все насущные задачи и несется навстречу судьбе. Но тем не менее, все упомянутые игры то и дело подбрасывают какой-то интерактив, будь то внезапный налет бандитов или стоящий у дороги человек в беде. Мы не можем рекомендовать Deadside к покупке всем, но если вы любитель жанра и готовы принять недостатки еще только растущей игры, Deadside несомненно сможет увлечь на несколько хороших вечеров.